В Ульяновской области продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. О том, где и сейчас ведутся работы, наш следующий репортаж. В осень и зиму дом на Нариманово 58 войдет в новом сайдинговом облачении. Для здания постройки 54-го года новый материал сродни защитному саркофагу. Кроме эстетического преображения жителям, такой капитальный ремонт фасада подарит душевное тепло и спокойствие за стены собственного дома. В данном случае мы столкнулись с тем, что у жильцов была необходимость утепления фасадов. В первую очередь для того, чтобы повысить энергоэффективность данного дома, снизить их затраты на отопление и коммунальные расходы в дальнейшем. Поэтому для утепления фасадов, и если мы говорим о домах, возраст которых превышает 50 лет, у которых уже есть разрушение и кирпичной кладки, внешний вид оставляет желать лучшего, то утепление фасадов и обширка сайдинга, в принципе, это единственный выход. Как и взятие дома в непосредственное управление. С недавних пор все коммунальные вопросы жители решают сами. Через суд добились от муниципалитета ремонта кровли и водоснабжения. Теперь ждут завершения капитального ремонта фасада и системы отопления. В перспективе у нас система электроснабжения и внутренние помещения, то есть это вот подъезды. Так что у нас будет дом новенький. Не менее старый дом на Нариманово-5 также давно не видел ремонта. В программе здание стоит на очереди лишь в 2023 году. До наступления заветного часа одной весной проблемой станет меньше. Благодаря переносу сроков. Уже сейчас в доме капитально ремонтируют кровлю. Я думаю, лет 50 точно ремонт не потребуется. За счет того, что здесь идет профлист, хорошее качество, то есть там волна НС-44. В принципе, надежный материал и стропильная система по проекту очень хорошая. В региональной программе капитальный ремонт в этом году уже проведен на 23 объектах. После вынужденного перерыва на остальных запланированных домах молотки в руках рабочих застучали с удвоенной силой. После снятия ограничений по ремонту уже в 17 на квартирных домах подрядчики приступили к выполнению работ. В целом все идет по плану. Более третий план уже выполнен. Если все пойдет по плану, в столице области отремонтируют 97 домов. Это почти половина от всего запланированного по региону на 2020 год. Олег Тюрин и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.